Один из крупнейших операторов фастфуда компания Макдональдс объявила о закрытии с 14 марта своих ресторанов в России. По крайней мере тех, которые находятся в ее прямом управлении. Что это значит для отечественного рынка и есть ли шанс у российских компаний? Об этом в нашем следующем материале. Целый ряд крупных заводных компаний, работающих в сегменте быстрого питания, объявили об уходе из России. Кто-то заявляет об окончательном исходе, кто-то, что это временная мера. Среди опрошенных нам тверичан далеко не все выразили свое огорчение по этому поводу. Слышали, что американские сети фастфуда готовятся уйти из России? Да, слышал. Как вы к этому относитесь? Ну, среднее. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы можно было к ним зайти и покушать. Будет грустно, когда закроют его все-таки любимый ресторан для всех. Прям пища там, хоть для здоровья не очень полезный, но вкусный. Не хожу по этим Макдональдсам вообще. Предпочитаю только все отечественное. Ну, мы привыкли туда ходить, там вкусно, поэтому грустно. Когда ты постоянно ешь у бабушки пирожки, хочется чего-то другого, поэтому в свободном доступе есть и американская еда, а почему бы нет? И поэтому, когда есть возможность, я ем в Макдаке. Все равно, закроется, не закроется. Безразлично. Ну, это, конечно, плохо, потому что люди все привыкли, с удовольствием все пользуются Макдональдсом. Конечно, плохо. Абсолютно равнодушно, если честно. Я проживу без Макдональдса, так что все хорошо. В этой связи в экспертном сообществе возникает дискуссия. Чем будет заполнена образовавшаяся пустота? Получат ли наши пирожки и беляши шанс снова, как когда-то, выдвинуться на первой позиции? В этом большой вопрос. Во-первых, им придется выдерживать конкуренцию с оставшимися на рынке транснациональными франшизами. Во-вторых, традиционному русскому фастфуду, в принципе, не просто соревноваться с заморским бургером, у которого, как ни крути, есть целый ряд преимуществ. Быстрота его приготовления, что не нужно долго ждать, что они могут отдавать это сразу, вот тут сейчас, да, горячими. В любом случае, да, ни одна наша пекарня, допустим, или там какой-то фастфуд, кроме шаварм, да, не может похвастаться этим. Да и начинка зарубежного фастфуда зачастую поинтереснее смотрится. Так что, если пирожковые и чебуречные снова хотят вернуться на улицы городов, им надо будет меняться, приспосабливаясь к современным вкусам. В противном случае, можно безнадежно проиграть конкуренцию с бургерами даже отечественного производства, не говоря про тот же Макдональдс, где уже начинают поговаривать о возвращении месяца через полтора.